Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Роман Шкудер «Сделки недели». Роман, добрый день! Да, здравствуйте, Игорь! Всех приветствую! Всех с начала торговой недели рабочей. У нас сегодня понедельник, и мы будем рассматривать сейчас сделки прошлой недели. Неделя была не сильно активная. Первые два дня, к окончании месяца, я старался сильно в рынок не лезть, потому что бывает кое-что, прибыль, просто можно потерять много прибыли, как раз два последнего дня, так как рынок не очень адекватно себя ведет. У нас еще экспирация проходит первого числа, да, поэтому, возможно, были какие-то неадекватные движения, поэтому старались сильно не лезть. Средна только сделка была вот с 31-го числа, а потом уже все сделочки пойдут с 1-го числа. Итак, давайте мы начнем сразу нашу работу. Да, конечно, давайте, Роман. Мы с нетерпением... Ну, ладно, начинаем. Демонстрацию рабочего стола видно, да, Игорь? Да, видно хорошо. Особенно ждем пятницу. Как у вас были дела в пятницу? В пятницу были дела отлично, но, признаю сразу, не словил движение по золоту и по евро-доллару. Были такие мысли по евро-доллару зайти, но я, если честно, забыл, что просто вот эта новость так сильно влияет именно на золото и на евро-доллар. Поэтому не зашел, а золото, кстати, было под уровнем 1215, поэтому я не знал, куда, скорее всего, будет выход. А выход прошел очень сильный и точку входа уже не дали. Поэтому в пятницу торговал чуть другие инструменты, мы сейчас рассмотрим. Да, да, конечно, конечно. Так, ну давайте начнем мы тогда с 31 числа, это у нас вторник, и была она сделка по Газпрому. Как мы видим, вход от уровня поддержки в зоне 14870. Видим, он уже отрабатывался в предыдущий день, это лоу предыдущего дня, плюс выход объема у нас. Сходили с хая, вход в лонг по цене 14 по 788, стоп был в данном случае 40 пунктов, спрятан за лоу и за лоу предыдущего дня. Как мы знаем, хаи и лои в предыдущих дней работают сильными уровнями поддержки либо сопротивления. Если стоп спрятан за лоу сегодняшнего дня и за лоу предыдущего дня, тогда это имеет двойную силу. Мы видим, что сделка не отработала, она не отработала и была закрыта по стопу. Этот день больше принял решение не заходить в позицию, так как это был последний день месяца. Лучше было его не отдавать, скажем так, деньги. И перейдем сразу к новому месяцу, первый день лета, мы видим, и это сделка по нефти. И что мы видим? У нас есть уровень в зоне 49 долларов. Он уже неоднократно отрабатывался на истории у нас, на часовом графике. Мы увидели отсюда движение сильное. В данном случае, если мы посмотрим на часовой график, что мы видим? У нас образовался ложный пробой двумя свечами. Вот он, обращаю ваше внимание. Конечно же, если входить на часовом графике, точку входа не дали, потому что инструмент после закрытия второй свечи сразу же улетел вверх. На 5 минутах я увидел достаточно хорошее закрепление выше, и точка входа формировалась. То есть мы увидели пробой, закрепление ниже, которое часто бывает. Это пытается покупатель нарисовать, что все плохо. Потом происходит обратное движение, закрепление выше, вот точка входа, и инструмент устремляется вверх. Вход от 49.03, стоп был 48.88, и цели 49.48. И 49.70. То есть 1 к 3, 1 к 3 было математический тейк-профит. И мы видим, что сделка закрылась под тейком. И даже сходила еще выше зоны 50 долларов. Так, перейдем к следующему графику. Это у нас Сбербанк. Что мы видим? Тестирование предыдущего уровня. Вот у нас этот уровень сформировался. Это зона 13.050. То есть вы увидели выход объема, попытку закрепления ниже. Вот эта свеча. То есть, видите, сразу же произошло закрепление выше уровня. В данном случае я не хотел спешить и брать здесь, потому что Сбербанк обычно точку входа дает. И вот на ретесте еще раз уже вот здесь открывалась лонговая позиция. По цене 0.56. Стоп был в данном случае 21 пункт. 13.035. И тейки 13.160. 130 и 13.160. Как мы увидели, сделка закрыта по тейк профитам. Я не стал сидеть выше, потому что, во-первых, сделка контртренд. Контртрендовая, то есть в моменте. Локально у нас тренд поменялся. То есть мы были в моменте ниже вчерашнего закрытия. То есть ниже закрытия предыдущего дня. Поэтому в таких случаях лучше долго не сидеть. Поэтому сделка закрепалась сразу же по тейкам. И мы увидели обратное движение вниз. И если это делали дальше, тогда вывели по стопу. Далее. Перейдем к следующему. Это у нас пара доллар-рубль. Что мы здесь видим? Сформировала проторговку на зеркальном уровне в зоне 67.180. Вот у нас эта свеча сформировала уровень. Он у нас внутренний считается. Но если мы посмотрим на часовой график, у нас есть уровень в зоне 67.000. То есть мы стояли в данном моменте выше сильного уровня 67.000. Потенциал движения у нас был в зону как раз где-то 67.700. У нас есть там сильная зона сопротивления. И я рассчитывал, что инструмент пойдет туда. Так, код был в этом случае 67.208. Стоп 67.0.99. Стоп был, кстати, небольшой. Сейчас стопы чуть-чуть меньше. Потому что инструмент ходит... То есть отар у нас меньше. Стал где-то приблизительно... Сейчас ходит доллар-рубль по 700-1000 пунктов в день. Поэтому стоп-стоп можно ставить в пределах 100-120 пунктов. Цели были 67.530 и 67.640. Первую цель, как мы видим, исполнили. Вторую цель не пришли. Пришлось закрывать руками, так как инструмент демонстрировал слабость. И мы увидели, вы видите, вот этот хвост у нас. И мы увидели крат закрепление под этим хвостом. Мы не могли пробить данную зону. То есть это был хай предыдущего дня. Закрепление не произошло. Была попытка. Но потом, когда мы начали торговаться ниже, я принял решение закрыть позицию. И выход был по 67.396. И инструмент продолжил свое снижение. Так, все. В этот день я торговал только при сделочке. И перейдем дальше. Второе число. Второе июня. И начнем опять же с нефти. Посмотрите. Тот же уровень, который отрабатывался в предыдущий день. Вот тут перво-салон. И посмотрите. То же самое было в принципе в этой зоне. Ложный пробой. Обращаю ваше внимание. Двумя свечами. Вот он. И закрепление выше 49. Длинная консолидация. Заходить можно было сколько хочешь. Но в данном случае я брал на последней свече, потому что у нас выходили запасы в этот день. И вход был как раз на последней свече перезапасы. Потому что нефть может перед сильной новостью сходить в моменте ниже. И выбить по стопам. И я увидел, что было закрепление все-таки выше уровня. В моменте закреплялись. И последние 30 секунд перед статистикой решил открыть длинную позицию. Небольшим стопом. Открытие по 49.07. Стоп был 17 пунктов. 48.90. И цели 49.58. И 49.85. Мы видим, сделка отработала хорошо и даже пошла цена выше. Дальше. Смотрим. Что же у нас тут? Это у нас Гастрон. Пока мы на дневном графике мы увидели закрепление ниже важного уровня. В зоне 14.600. Этот уровень однократно отрабатывал. Мы с него делали некий перехай. В зоне 17.000. Потом был откок. И вот закрепление было вроде бы в предыдущий день. Как раз мы закрывались. Ниже данного уровня. Да, видите, в предыдущий день мы как раз пробили зону 14.600. И закрылись. И закрылись ниже. Поэтому с открытия я не открывал здесь позицию. Я уже решил дождаться как раз закрепления ниже лоу предыдущего дня. И вот как раз формировали точку хода. Происло закрепление ниже уровня. Ход по тренду. Ход здесь был по цене 14.455. Стоп был 14.455. 380 и цели 380, 335 и 330. Первую цель мы видим исполнили. А вторую после вот там, если не ошибаюсь, был разворот по Гбербанку и по нефть. В моменте, когда вышли запасы хорошие. Поэтому я принял решение не сидеть в позиции. Так как была вероятность выноса вверх данного инструмента. И что дальше произошло. Поэтому вторая часть закрыта по 14.387. Далее. Это у нас, кстати, Сбербанк. Что же мы увидим? С открытия пробили зону 13.000. И закреплялись ниже как раз лоу предыдущего дня. Ну, в данном случае вход в первый час, да. И видно, что выход по столу. То есть, лучшись, конечно же, в первый час не лезть в позиции. Как это бывает часто. Ну, тут я принял решение посмотреть. То есть, зайти. Потому что, во-первых, мы были ниже сильного уровня в зоне 13.050. И пробили еще круглую цифру, так называемая. У нас круглая цифра сильно отрабатывает уровни. Это по Сбербанку 13.000. 13.500. 14.000. То есть, круглая цифра. Поэтому дело как раз открывалось в зоне 13.000. И выход по столу будет. Так. И что? Это у нас мы посмотрели. И давайте перейдем к следующему дню. Так. Третье число. Как раз в игре. Сейчас мы посмотрим. Это у нас пятница была. Что мы видим? Вход к конкуренту нефти. У нас есть уровень в зоне 50.20. Открывалась позиция двенадцать частями. Одна часть была открыта по 50.04. Вторая по 50.16. Средний вход был 50.12. Стоп был спрятан за эту проторговку. Сейчас я вам покажу. Стоп 50.26. И цели не ставились, потому что по ситуации приняли решение закрывать позицию. Но в выходе ниже была закрыта первая часть по 49.81 и вторая часть по 49.58. Также руками. То есть не сильно хорошо нефти отрабатывал в этот день. То есть был распил некий. То есть мы не ходили сильно. У нас образовался некий диапазон коридора для движения. Это 49.40 и зону 50.20. Следующая сделка по «Газпрому». Была попытка пробития зоны в 14.600 с утра. Но инструмент не смог. То есть попытка закрепления не смог закрепиться выше. И достаточно сильное безоткатное движение мы увидели в зонах 14.380. Ближайшей поддержки. 14.380 и 14.360. Вход на открытых зоне 14.500. И если мы посмотрим, вот у нас есть повышенный объем. Вот это ложный пробой, можно сказать. Образование уровня где-то от 14.480. И на ретесте повыше открывалась как раз позиция по цене 14.487. Стоп был в данном случае 30 пунктов. 14.517. И тайки 14.402 и 14.358. Как мы видим, сделка отработала. Следующий вариант. Это я тут нарисовал стоп, наверное. Хотел стоп нарисовать. Да, еще одна линия у нас есть. Код по Сбербанку. В данном случае инструмент отработал. Уже был свой АТАР. То есть, тайки у нас где-то 300-320 пунктов. Мы увидели, тайки у нас. 300 где-то 20. Как раз АТАР отработал. Поэтому было удержание зоны 12.990. Где-то 980. И консолидация. Опять же, консолидация. Сильное удержание. Вход по 12.994 и 36.00. Всего 22 пункта. И закрывалась позиция. Закрывалась здесь руками. Не ставил тайки. Потому что хотел посмотреть, как отработает модель. После такого сильного снижения по доллар-рубль. Я, кстати, подумал, что все-таки Бербанк может выйти вверх. И закрылась позиция. Не стал оставлять овернайт. Закрытие 13.167 и 13.148. И еще одна сделка. Это у нас доллар-рубль как раз. Есть сильная поддержка в зоне 67.000. Мы видели длинную консолидацию. Вход был как раз от этой зоны. 67.076. Стоп 66.945. И тайки были 67.500 и 67.650. То есть с ближайшим уровнем сопротивления. То есть как раз потенциал у нас был где-то в зону 68.000. 67.900 к ближайшему уровню. Но на статистике вот такая вот произошла модель. И выбили по стопу. Такое бывает. Так, ну все. По сделкам у меня все за прошлую неделю. Игорь. Хорошо. Спасибо, Роман. Я вижу вопрос Юрия Марченко. Роман, точки зрения смотрите на М5? Точки входа смотрите на М5? Да, точки входа смотрятся на 5-минутном графике. Но уровни мы сразу обозначаем на часовом графике. Обязательно уровни сильные. Мы смотрим как раз экстремальные точки. То есть откуда инструмент делал сильные движения. То есть разворот, излом тренда. Либо вверх, либо вниз. Либо мы там много раз были. Как у нас есть зона по Газпрому 14.600. Если мы посмотрим там и на часовом графике, и на дневном графике. И с этого уровня мы срывались, делали перекай. Поэтому вот это как раз зона. И сейчас как раз Газпром находится выше 14.600. Вот если сейчас он вернется на 14.600 и будет формироваться точка входа, то мы 100% будем брать позицию в лонг. Понял вас. Ясненько. Роман, что с утра уже, в какие позиции зашли сегодня? Или еще вообще не заходили, не смотрели? Еще раз, Игорь, не слышу вас. В какие-то позиции сами с утра зашли сегодня? Нет, Игорь, сегодня еще ничего не брал. Только вот смотрел. Да, ну, сразу Газпром и Сбербанк улетели с утра. Прям я вот смотрю сейчас. Да, у нас было от 13.100 выход сразу вверх. Да, ну, вот первый час, как мы видели, уже был на прошлой неделе опыт такой не очень хороший. Как раз с тобой словил, поэтому лучше в первый час сейчас тоже не лезть. И поэтому рассматривал как раз, будучи смотреть, как будут торговаться инструменты. Плюс сегодня понедельник, нужно посмотреть, чуть-чуть подождать, как же будет происходить ситуация. Потому что за выходные бывает такое, что какие-то новости выйдут, и рынок не очень адекватно себя ведет. Поэтому лучше не спешить с точкой входа. Понятно. Поняли вас, Роман. Спасибо вам большое. Хорошего дня, удачи на рынке сегодня. Спасибо и вам, Игорь, и вам хорошего настроения, хорошей торговой недели. И ребятам также желаю большого успеха и прибыльных дел. Спасибо большое. До свидания. Спасибо, Иван. До свидания, Игорь.